Доброго утра, наши дорогие и любимые зрители! Утро нового дня встречаем вместе с прошедшим праздником, поздравляем всю женскую часть наших телезрителей. Время летит быстро и совсем скоро будем поздравлять друг друга с наурызом. Весна все активнее, теснит зиму и хочется уже, чтобы она скорее победила. А еще поздравляем всех участниц нашего конкурса «Мама всегда молода», которым достались призы от партнеров «Нового утра». Сладкие подарки от кондитерской «Айгулека Аиша» понравятся и мамам, и детям. К праздничному столу подойдет любимый набор многим актюбинцев. Удобный вариант как для чаепития, так и для больших торжеств. Чайная сортик включает кексы, муравейник, трубочки, орешки, сочники, либо профитроли. А торты от «Айгулека Алиша» – это полет фантазии и воплощение мечты. Посмотрите сами на странице «Айгулека и Аиша» в Инстаграм. Для заказа можно позвонить или написать в WhatsApp. 8-747-250-2999. Вот номера тех, кто выиграл сертификаты на 2000 тенге от «Айгулек и Аиша». 35-26-45-47. Мы от всей души вас поздравляем. Также наши партнеры «Далафрут Баттес» тоже порадовали милых женщин, участниц конкурса. Три больших упаковки сока натурального, яблочного, полезного уходят трем победительницам. Это номера, внимание, 33, 25 и 19. Мы также вас поздравляем. Спрашивайте в супермаркетах о тебе вкусный сок первого отжима из яблок, выращенных в Туркестане. Это «Лафрут». Мы желаем вам здоровья и начните день правильно. Субтитры подогнал «Симон» Еще один отличный подарок от торговой марки «Кокетка». Пусть в вашем кошельке всегда будет достаточно и карточек, и наличных. Подарок получает участница номер 31 Елена Ивановна Вертелецкая. Поздравляем. Все, кто прислал фотографии, благодарим от всей души. Мамы, любимые, молодые, такие симпатичные. Надеюсь, вы приятно провели время, перебирая фотографии в семейном альбоме. Прикоснуться к истории всегда волнительно. Конкурсов будет много еще, так что следите за объявлениями на странице «Утро нижнее подчеркивание Рика» и подписывайтесь, если еще этого не сделали. И пишите, какие темы вы бы предложили еще, с кем из гостей хотели бы встретиться в нашем проекте. А мы расскажем о важном и интересном, представим возможности наших партнеров. Компания «Кейс-7 Групп» всегда знает, чем заинтересовать на странице «Кейс-7 Групп Октюбия». Появилось сообщение о том, что теперь возможна онлайн-консультация по видеозвонку. Жители районов Октюбинской области могут получить консультацию, не выходя из дома. Все для вашего удобства. Для записи на видеоконсультацию вам необходимо позвонить по номеру. Внимание! 8776-207-0404. А офис компании по адресу улицы Газизы Жубановой, 13. Именно там вам не только подскажут, какую выбрать планировку в жилом комплексе «Алья», но и по каким программам это сделать выгоднее. Рядом также с менеджерами «Кейс-7 Групп» работают представители от «Басы Банка». Они познакомят с программами льготного кредитования и также продолжается продажа квартир в следующей очереди жилого комплекса «Алья». Шесть новых корпусов будет построено в районе Бат-Из-2. Выбирайте лучших и лучшие. «Кейс-7 Групп» вместе мы строим будущее. «Кейс-7 Групп» вместе мы строим будущее. Если утро доброе, значит и день будет удачным. Вы смотрите «Новое утро». В магазинах на рынках есть огромный выбор подарков на наурыз. Но хочется, чтобы было и красиво, полезно, оригинально и доступно. Для этого стоит побывать в магазине «Туркэви» по проспекту Сынкибай-Батыра, 24Т. Текстиль высокого класса, турецкого производства, калаты для мужчин и женщин, полотенца, постельные комплекты, пледы, скатерти, дорожки и многое-многое другое. Большой ассортимент мебели и предметов интерьера. В вашей квартире всегда найдется место для подарков от «Туркэви». А для постоянных клиентов есть скидки. Подписывайтесь на страницы «Туркэви» и следите за информацией. Вопросы можете также задать о скидках, а также акциях по WhatsApp. 8-775-332-3407. Каждый день для кого-то может быть праздником. И не только днем рождения. Например, профессиональный праздник или религиозный. А сегодня еще и необычный день – нестандартно мыслящих людей. Вы себя такими не причисляете? А может быть и причисляете? Давайте узнаем, кто и почему решил обратить внимание на уникальных по мышлению личности. Календарь продолжает «Новое утро». 9 марта отмечается день нестандартно мыслящих людей. Выходящих за рамки стандартного или шаблонного мышления людей нередко в истории при жизни воспринимали, мягко говоря, неоднозначно. Часто их не принимали всерьез, подвергали критике, называли чудаками. Однако именно попытки выйти за рамки стандартного мышления, найти подтверждение своим гипотезам, чаще всего приносили человечеству наиболее громкие и значимые научные открытия. В шутку многие говорят о том, что значительная доля открытий и изобретений была совершена авантюристами или лентяями, когда одни стремились направить в пространство свою неуемную энергию, а другие найти способ облегчить себе жизнь. Подобные утверждения не стоит воспринимать буквально, хотя в биографиях этих выдающихся личностей всегда было много странностей. Примеров нестандартно мыслящих людей, имена которых навсегда вошли в историю, немало. Достаточно вспомнить Архимеда, Аристотеля, Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна, Христофора Колумба, Фернана Магеллана, Вольфганга, Амадея Моссарта, Наполеона, Вольтера, Николы Тесла и многих других. Свой день рождения сегодня отмечает мечта и любимица девочек – кукла Барби. Более шести десятков лет назад, 9 марта 1959 года, куклу Барби впервые представили на выставке в Нью-Йорке. Она произвела фурор, вскоре стала лучшим подарком для девочек. Рут Хендлер, создатель этой популярной игрушки, решила сделать ее для своей дочери Барбары. Это была взрослая модель, чтобы можно было играть в настоящей дочке матери, а не с игрушечными пупсиками. Прототип своей куклы Рут увидела в Швейцарии, выкупила права и взялась за производство куклы, которую назвала в честь дочери. Первая Барби выглядела как взрослая женщина с длинным хвостом, темными волосами и ярким макияжем, одетая в черно-белый купальник. Постепенно Барби преображалась в белокурую красавицу с огромным гардеробом. Для нее шили одежду лучшие дома и в Сен-Лоран, Жан-Поль Готье, а ювелиры изготавливали украшения. Среди домашних питомцев, которые скрашивают одиночество человека, расширяют его мир и радуют глаз, все большее распространение стали получать домашние насекомые. Именно им посвящен День домашних насекомых, отмечаемый ежегодно 9 марта. Вряд ли насекомое можно назвать другом человека в том же смысле, который мы вкладываем в это понятие по отношению к собакам или кошкам. Нечасто мы задумываемся над тем, что некоторые насекомые могут приносить человеку пользу. Чаще всего в этой ситуации мы вспоминаем про пчел, которых отнести к домашним насекомым в современном понимании слова довольно трудно. Насекомые в роли домашних питомцев – это скорее экзотика, связанная с интересом к их миру, который в обыденной жизни скрыт от глаз человека. Появился даже целый ряд компаний, занимающихся продажей насекомых и их разведением. Для человека открылась возможность познакомиться, например, с жизнью муравьев на специально оборудованных муравьиных фирмах или увидеть волшебный процесс рождения тропической бабочки из кокона. Среди наиболее распространенных на сегодняшний день домашних насекомых преобладают бабочки. Тропические тараканы, жуки, богомолы – стоит отнести сюда и не являющихся насекомыми представителей класса паукообразных – пауков и скорпионов. В США сегодня отмечают День паники. Паника – это очень неприятное ощущение, которое может привести к печальным последствиям. Массовая паника, возникающая во время публичных мероприятий, часто приводит к травмам и даже смертям. Иногда очень трудно удержаться от паники и все время сохранять спокойствие. Подавленные эмоции могут привести к серьезным нервным срывам, которые случаются в самый неподходящий момент. Поэтому настоятельно рекомендуется бороться с этим недугом. Вот почему был выделен особый день, когда можно волноваться, бегать весь день в панике, говоря другим, что больше не в силах с этим справиться. Также можно использовать День паники для совершенствования методов борьбы с ней и изучения того, как помочь людям, у которых есть паническая атака. В 1934 году, 9 марта, родился Юрий Гагарин – советский летчик, космонавт, герой Советского Союза. Юрий Алексеевич Гагарин родился в Смоленской области. Он пошел в школу в 1941 году, но из-за немецкой оккупации лишь в 1943 смог продолжить обучение. После переезда в город Гжатск он закончил 6 класс и поступил в ремесленное училище. В 1951 году Юрий поступил в индустриальный техникум Саратова. Там он стал посещать аэроклуб, а уже через год совершил свой первый полет на самолете Як-18. В 1957 году Гагарин окончил Оренбургское училище летчиков. Пройдя медицинскую комиссию, в марте 1960 года он стал одним из кандидатов в космонавты. После того, как выбор пал именно на него, в жизни Юрия Гагарина произошло величайшее событие. 12 апреля 1961 года корабль «Восток» с Гагариным на борту вышел в космос, сделав оборот вокруг Земли. Вскоре Гагарин стал самой популярной личностью в мире. И сегодня люди помнят его обаятельную улыбку. Фактически он был визитной карточкой страны и послом мира. Но он мечтал о небе, и полеты были возобновлены. Гагарин стремился восстановить свою квалификацию летчика-истребителя. 27 марта 1968 года первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, совершая очередной плановый полет на самолете УТИ МиГ-15, на борту которого также был полковник Владимир Серегин, разбился вблизи деревни Новоселово Владимирской области. Оба летчика погибли. Урны с прахом Гагарина и Серегина захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. Возвращаясь к людям, которые мыслят не шаблонно, а креативно, можно назвать много профессий. И среди них вы удивитесь. Бухгалтер. Сухие цифры, скучные отчеты. Для кого-то может быть. Но в любом деле нужна увлеченность. Наши партнеры, специалисты компании «Профсервис» – настоящие профессионалы. Бухгалтерия, аудит, финансы в их руках – все становится образцовым. Самая актуальная информация для предпринимателей, финансистов, до всех интересующихся на странице профсерв.кз. Звоните по телефону 8-771-858-9929 и договоритесь о встрече и консультации. Специалисты компании «Профсервис» работают как онлайн, так и в офисе клиентов. На многие вопросы они отвечали в нашей студии. Смотрите программы с их участием на сайте rikotv.kz, а также в Ютьюбе. Это действительно профессионалы, которые все расскажут и по полочкам разложат. В праздники и выходные, пока на улице холодно, хорошо провести время в кинотеатре. Наш кинопрокат представляет зрителям картины на самые разные вкусы. В кинотеатре «Локомотив» премьеры показывают на самом большом экране и в самом большом зале города. Что посмотреть на этой неделе, расскажем в нашей традиционной рубрике «Кинолента». Продолжение фильма «Бизнес по-казахски в Турции» зрители ждали с нетерпением. Год назад, когда продюсер и актер Нурлан Коенбаев сообщил о старте съемок своей новой комедии, он рассказывал, что действие будет происходить в одном из живописнейших мест Турции – курортном городе Аланье. И вот на экраны выходит восьмая работа творческой группы Нурлана Коенбаева «I go to school». Название у картины английское, но снята она на казахском языке. Это первый сольный проект Еркоша – одного из самых ярких героев франшизы. На этот раз его ждут дорожные приключения в компании новых друзей. Еркошу предстоит поближе узнать турецкую культуру, познать настоящую любовь и подружиться с популярной индийской актрисой Анникой Гор. Турецкая атмосфера, индийский колорит и фирменный казахский юмор зрители, несомненно, оценят. Может, ты поговоришь со своей мамой, а? Ага, значит, мы во всем виноваты, да? Мы до сих пор не видели, где они живут. Они же как кочевники. Туда-сюда, туда-сюда. Сонда, мы кочевники куда-то дадим, да? Мы не шерет айтым, они у нас не дадим. Квартир раздейдим, сайт-мандар. Ее, так да, кушаем из бани. Кушаем из. Рай турамыз, кузалары еси кушутырмыш. Сыдым, сываганымз, ауми. Сыдым, сываганымз, ауми. Ауми. Еще одна отечественная премьера. В прокат вышла семейная комедия «Кушик-куда-квартиранты». Производство компании «Достан-Медиа». Сюжет фильма строится вокруг двух абсолютно разных семей, вынужденных жить под одной крышей. Ужиться вместе оказалось непросто. Пытаясь найти общий язык, сваты все время попадают в смешные и нелепые ситуации. Но в результате становятся настоящей семьей. Богатую семейную пару на экране воплотили Жан Байжанбаев и Баян Максат Кызы. А бедных сватов сыграли Куандык Шакержанов и Бахет Алиббаева. Как ни странно, я играю богатого, но положительного героя. В отличие от всех ролей, которые играл до этого, «Эльдар Ренатович – хороший человек, любящий свою жену и подчиняющийся ее капризам», рассказал о своей работе Жан Байжанбаев. А Баян Максат Кызы призналась, «Я уже в сороковой раз играю капризную взбалмошную богатую тетю». Подкупила то, что сценарий сразу писали на меня и моего мужа. Полиция! Руки вверх! Не двигаться! На выход! Страх. Мощное оружие. Столб света в ночном небе. Не просто призыв. Это предупреждение. Перезапуск серии фильмов о Бэтмене начинает премьера 2022 года режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттисоном в главной роли. Сценарий написали Ривз и Питер Крейг по комиксам о супергерое Бэтмене. Бэтмен второй год борется с преступностью и пытается раскрыть причины коррупции Готэма. Также герой сталкивается с загадочником, серийным убийцей, который охотится на элитную власть Готэма. Бен Аффлек, сыгравший Бэтмена в расширенной вселенной DC, был прикреплен в качестве режиссера, продюсера, соавтора сценария и исполнителя главной роли в фильме в 2014 году. Но в 2017 актер отказался работать режиссером из-за проблем со сценарием. Аффлек покинул проект в 2019 году. Паттисон был утвержден на главную роль в мае 2019, а остальные актеры были объявлены к концу 2019 года. Съемки проводились с января 2020 по март 2021 года в Чикаго и в Англии. Премьера Бэтмена дважды откладывалась из-за пандемии COVID-19. Планируется два сиквела и еще два сериала находятся в разработке. Выход фильма в России отменен. Семейная комедия, фэнтези, приключения, как только не определяют жанр нового полнометражного мультфильма «Я краснею» производства компаний Disney и Pixar. Уверенная в себе 13-летняя Мэй Ли разрывается между тем, чтобы оставаться прилежной и послушной маминой дочкой и справиться с хаосом подросткового возраста. И, казалось бы, перемен в ее интересах, отношениях и подростковых изменений в собственном теле и так достаточно. Но нет. Всякий раз, когда она слишком волнуется, что с подростком случается практически всегда, она моментально превращается в гигантскую красную панду. Режиссером фильма выступила Доми Ши. Это ее полнометражный режиссерский дебют, а сценаристами Ши и Джулия Чо. Главные роли в фильме озвучили Розали Чанг, Сандра О, Ава Морс и другие. Это второй фильм Pixar, режиссером которого является женщина. Первый, где действия происходят в Канаде. И второй, в котором главным героем является Азиат. После картины «Вверх». Всем доброго утра, хорошего весеннего настроения. Мы продолжаем новое утро. Заботиться о своем здоровье никому не рано и никогда не поздно. К сожалению, мы вспоминаем об этом только тогда, когда начинаются проблемы, боли в суставах, ухудшение зрения, мигрени и прочие недуги. А ведь корень этих болезней зачастую надо искать в нашем позвоночнике. Почему он теряет гибкость? Почему мы испытываем боли в шее, пояснице и внутренних органах? Обо всем поговорим с нашей гостьей, специалистом по казахской гимнастике Айкуне Снежаной Дос-Мухамбетовой. Снежаночка, доброе утро. Я сам знаю, что такое Айкуне, действительно потрясающая методика. А вот скажите, насколько наше здоровье и настроение зависит от осанки? Айкуне – это уникальная методика по оздоровлению позвоночника и всего организма. Ну, в основном мы занимаемся лечением позвоночника, так как позвоночник – это наш фундамент всего нашего организма. Снежан, а сама осанка от чего зависит? А сама осанка зависит от состояния вашей спины, состояния мышц и так далее. Вообще, в чем сила методики Айкуне? В чем сила? Ну, она сама уникальная методика по оздоровлению позвоночника. Прошла клинические испытания, уже создана более 20 лет назад. Теперь вот используется, вот в нашем Казахстане он только-только разрабатывается. Но есть уже во всех городах, во всех почти странах уже есть эта уникальная методика Айкуне. Вот так наши казахстанцы разработали специальную методику для здоровья, да? Да, подходит ли Айкуне для взрослых? Я знаю, что много подростков тоже посещает. Айкуне, по идее, она подходит всем, точнее, не имеет возрастного ограничения, могут заниматься так, как дети и взрослые люди. Точнее, в любом возрасте, в любом месте можно заниматься гимнастикой. Вот чем мы старше становимся, да, тем менее подвижны, суставы, позвоночник. А вот людям, которым за 40 и 50 лет можно? Конечно, да. А есть ли какие-то ограничения? Может быть, врачи запрещают? Ну, ограничения, да, есть. Мы перед тем, как занимаемся гимнастикой, мы осматриваем пациента, потом проходят люди МРТ, снимки, если понадобится, а потом далее мы уже приступаем к гимнастике Айкуне уже. И у меня вопрос, сколько нужно занятий, чтобы почувствовать результат? Ну, у каждого организм индивидуален. В основном где-то 2-3 курса. Один курс у нас длится по 10 дней, по 1 часу в день. Ежедневно или 2-3 раза в неделю? Нет, желательно, если вы хотите хороших результатов, желательно ежедневно заниматься гимнастикой. Тогда результат уже быстрее будет, намного быстрее. А в домашних условиях можно это делать или нет? В домашних условиях вы только можете поддержать осанку. Можно даже самостоятельно, но желательно лучше в центре с инструктором, под наблюдением точнее. А нужно ли в дальнейшем поддерживать форму? Да, конечно, обязательно нужно. Для профилактики можете в полгода один раз приходить и заниматься. А вот вы следите за правильностью выполнения упражнений? Конечно. Вы специалист, да. Может, на мне покажете? Да, давайте. Как мне? Мягкая поверхность? Да, присесть сюда давайте. Давайте. Так. И получается у нас ножки на ширине плеч. Ручки расслаблены. Так. Ага. И потихоньку прогибайте с поясничного отдела, с крестцового полностью. Грудной отдел вверх. Вы сразу прочувствуете такое напряжение мышц и спины. Ручки просто расслаблены, да. Получается, напрягаете полностью весь свой позвоночный отдел и мышцы. Таким образом вы можете прорабатывать полностью свой организм. Вот это что за упражнение? И какие вообще упражнения куне полезно делать? Упражнения у нас делятся на базовые курсы, классика, но в основном нужно будет пройти базовый курс. Базовый курс, вот вы сидя выполняете это упражнение. А сколько мне по времени находиться в таком состоянии? Можете сейчас расслабиться. Расслабиться, да. То есть каждое упражнение имеет свой тайминг, то есть время, да. Да, да, да. Сколько по времени? Вот, например, вот я вот сейчас минуту где-то сидел. Это мало, да? Если вы дома, если вы дома выполняете, то минут 10-15 хватит просто как бы для поддержки. А так в нашем центре где-то час занимаемся. Обязательно с инструктором. Снежан, вот обычно сейчас мы все за компьютерами сидим дома, там искривились, там повернулись. Если не правильно, за рулем, да, вот я по себе конкретно, да? Обязательно нужно, да. Вот, ну многие думают, ну вот все, осанку выпрямился и сижу. А все-таки это небезопасно же тоже постоянно вот заниматься или нет? Нет, небезопасно. Нужно желательно там свои у них нюансы есть. А беременным женщинам можно посещать? Беременным, да. Обычно после первого триместра мы уже занимаемся с ними. Так как до трех месяцев плод пока восстанавливается. Родители многие тоже жалуются, что дети большую часть времени проводят за компьютерами, опять же. В школе сидят, да, может неправильные кресла. Вот как им поступить? С какого возраста могут? С первого класса, с пяти, с четырех лет? Детям обычно мы уже начинаем с пяти-шести лет. Если ребенок ждет на контакт уже с нами, мы без проблем уже работаем. Я знаю, что в нашем городе вы будете ВИП-центром в районе БАТС-2. Как вам записаться? Давайте расскажем, как люди смогут вас найти, чтобы прийти к вам и, соответственно, записаться на приемы. Мы открываем новую точку на БАТС-2, БАТС-2, 3Г. Я вам сейчас скину страничку нашу новую, вы можете подписаться и смотреть за нашими результатами. А точнее, вы можете даже подойти к нам на бесплатные пробные занятия, у нас ежедневно проходятся. Плюс туда входит консультация и полчасовая гимнастика. Здорово. Итак, дорогие друзья, центр Айкуне в районе БАТС-2. Открытие 12 числа, 12 марта. Этой весной обновляемся, ну и, соответственно, будем здоровы вместе с центром Айкуне в районе БАТС-2. А еще центр Айкуне приготовил для вас конкурс, поэтому подписывайтесь на страничку в Инстаграм. Инстаграм сейчас вы видите на экранах своих телевизоров. Ну а если у вас нет Инстаграма, то мы оставим телефоны, по которым вы можете также связаться и проконсультироваться у специалистов. Снежана, я благодарю вас за то, что пришли в нашу студию, сегодня рассказали про цветание центру. Спасибо. И, соответственно, хорошей работы, чтобы она приносила удовольствие людям, которые будут посещать центр Айкуне в районе БАТС-2. Дорогие друзья, еще раз напомню, вся подробная информация в Инстаграме и также по номеру телефона, который вы видите сейчас на экранах своих телевизоров. Вам крепкого здоровья, прекрасной весны и отличного настроения. А о том, как учиться, мы поговорим дальше об образовании. И не только. Смотрите «Новое утро». Хорошего вам дня. Вы смотрите «Новое утро. Прекрасной весны». Каким должно быть образование сегодня? Как будет меняться современная школа, чтобы дети получали качественные знания и развивались как личности? Эти вопросы волнуют и родителей, и педагогов, и психологов. Но дети очень разные. Кто-то усваивает лучше и быстрее, кто-то не успевает за отличниками. А если ребенок еще и имеет проблемы со здоровьем, то школа вообще остается под вопросом. Не так давно в казахстанском обществе стали продвигать идеи инклюзивного образования, то есть доступного и детям с особыми потребностями. Отношения к этому, прямо скажем, неоднозначные. На днях в октябре своим опытом обменяются ведущие преподаватели, методисты, специалисты из Казахстана, России, Литвы, Польши, Индии. Они примут участие в четвертой международной научно-практической конференции, посвященной инклюзивному образованию. Подробнее спросим у наших гостей. Это Шолпан Аскорбековна Сатенова, заместитель директора школы гимназии Белим и педагог-психолог Асим Гуль Балгазиевна Жолгазбаева. Доброе утро. Доброе утро. Давайте напомним зрителям, что такое вообще инклюзивное образование, многие не знают. Ну, Дмитрий, инклюзивное образование в мире вообще стартовало в 1990-х годах. В Казахстане принялась декларация, конечно, о законе прав всех, 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 соответственно, детей. А в Казахстане инклюзивное образование, законодательство самоинклюзивное образование у нас начало работать с 2010-х годов. В связи с этим инклюзивное образование на сегодняшний день – это такой большой формат, большая работа. Тема, да, которую можно обсуждать? Да, очень интересная тема. И самое главное, что это тема, где можно обсудить учеников и студентов именно с особыми потребностями в их учебном процессе. Полностью можно рассказать об инклюзивных детях очень много, потому что благодаря учебному процессу дети и дети с особыми потребностями могут вообще вместе учиться. Этот большой формат инклюзивного образования научил этих детей, в первую очередь, к сочувствию, к солидарности между собой. А вот почему эту тему вы решили обсудить на международном уровне? Ну, тема очень актуальная. И также в этом году год объявлен в детей. Годом детей. В связи с этим мы подняли самую изюминку, самую актуальную проблему. Это, конечно же, наши дети. И вы знаете, что детям с особыми потребностями уделяется большее время и больше внимания, конечно же. Поэтому для работы с ними не хватает специалистов. Поэтому мы, в первую очередь, хотели бы отменяться опытами. И чтобы данная конференция, да, наше мероприятие, чтобы было не осталось в нашем городском уровне, в городе проблемы, мы хотели бы обсудить это и принять опыт уже зарубежных партнеров. Вот скажите, с какими проблемами вообще сталкиваются школы, родители и сами дети? На сегодняшний день можно выделить ряд проблем инклюзивного образования. Это недостаточно подготовленность педагогических кадров, работающих именно по модели инклюзивного образования. Педагоги сталкиваются с рядом проблем, с особенностями обучения, то есть детей с различными заболеваниями. Части не владеют необходимостью знаниями, приемами, методами специального образовательного процесса. Вот, Шалпана Скорбекина, чей опыт вам кажется наиболее удачным? Вы активистка, я знаю, вы очень много мероприятий проводите. Знаете, как бы сказать вам, мы сейчас, в данный момент, наши педагоги обмениваются опытом. И в первую очередь мы проходим, конечно, для работы с такими детьми курсы, всеразличные курсы. В первую очередь в данной конференции, окликнулись к нам, это Национальный центр повышения квалификации, Горлеу. Также, чтобы он был более международного формата, мы, конечно же, поначали искать социальных партнеров, зарубежных партнеров. И подключились к нам набережная Чельнинский государственный педагогический университет. Вот даже как! Да, также на данное мероприятие также совместно подключилась, конечно же, наша школа БЛИМ, не осталась в стороне. В связи с этим 12 марта конференция пройдет на базе школы БЛИМ. Вот насколько актуально в Ак-Тюбе появление школ с инклюзивным обучением именно в нашем городе? Ну, как сказать вам, актуально потребность всегда. Где ребенок сам, он не виноват, что он родился с особыми потребностями. В связи с этим этот формат инклюзивного образования, мне кажется, наоборот, сплочил, как я только что сказала, сплочил данных учеников и учеников с особыми потребностями. Этот формат очень, как сказать вам, он, этот формат, который, он молодой формат, вы сами заметили, в 2010 году данный формат работы с инклюзивными детьми у нас в Казахстане. Я надеюсь, что он будет все глубже и глубже изучаться. Поэтому мы для специалистов в первую очередь пригласили для обмена опытов не только наших казахстанских партнеров, не только наших казахстанских педагогов, профессорских педагогических составов, но также в нашу конференцию мы пригласили с департамента по контролю качества Активинской области, также пригласили специалистов глобального эксперта по области образования, министерства образования ОМАН, Египет, также управление образованием округа ФРЭС на Калифорнии будет на нашей конференции. Ничего себе, то есть это серьезное такое мероприятие. Мы проделали очень большое мероприятие, и благодаря Айгуля Магазиевне и, конечно же, нашему учредителю Замзагуль Хамитовне мы надеемся, что наше мероприятие пройдет в школе с большим размахом, это одно, но и, конечно же, с пользой для наших дорогих педагогов. Ну, могу рассказать еще немного то, что будут еще с Чехии участники, с Индией, так, с Тайвани, вот буквально недавно подключились США к нам и Литва. А вот встречаетесь ли вы с противодействием родителей к школьникам? Нет. То есть такого практически вопроса даже не обсуждается, вопрос подобный, да? Кто защитит детей от подростковой агрессии, если такие ситуации возникают вообще? Ну, в первую очередь, если такие ситуации возникают, конечно, в первую очередь, это педагоги, психологи, наши специалисты, педагогический коллектив. А как вы вообще предполагаете продолжить сотрудничество с участниками конференции далее? Дмитрий, это наша первая конференция с таким размахом, и мы планируем, что данная тема инклюзивного образования очень актуальна, поэтому эта тема должна подниматься, нам кажется, ежегодно. И мы, если дай бог, после первого проведения конференции, конечно же, планируем дальше проводить на мировом уровне наши международные, вторые, третьи, четвертые, пятые. И надеюсь, что к нам уже поддержку подключится уже и с Министерства образования, так как уже за нашей конференцией буквально сейчас, как организаторами вступили в управление образованием. Спасибо им большое за помощь, поддержку. Они уже информационно поддержали, потому что действительно мы очень сильно готовимся. Сколько дней продлится конференция, и кто вообще вас поддерживает в организации? Конференция продлится на базе школы более один день. С 10 часов у нас начинается регистрация. Конечно же, помогают нам учителя английского языка, потому что вы заметили, скорее всего, очень зарубежных коллег. Также дополнительно мы в Zoom, кто подключится, мы пригласили переводчиков, чтобы во время трансляции сразу же у нас автоматом шел перевод для того, для удобства и для понятия, конечно же, потому что этот формат очень сложный, формат очень интересный для нас в первую очередь. И, конечно же, очень актуальные впервые мероприятия мы хотели бы, чтобы данная конференция прошла у нас на высшем уровне. А нам вас пройдет, вашим стараниям, благодаря и успеху, который непременно будет с вами. Спасибо. Всего хорошего, спасибо за информацию, надеемся, что все проекты будут реализованы. Все, вам спасибо, Дима. Спасибо вам. Международный женский день отметили, но праздники на этом не закончились. Впереди любимый всеми весенний праздник на Урыс, как я его обожаю. И если вы еще не придумали, какие выбрать подарки родным, друзьям, коллегам, посетите магазин Туркеви. Там вас ждет огромный выбор товаров для дома. Текстиль, посуда, мебель. Подписывайтесь на страницу в Инстаграм. Там и ассортимент представлен. И об акциях информируют всегда. Телефон 8-775-332-3407. Адрес магазина Туркеви, проспект Санкибай-Батыра, 24Т. Вас ждут и вам помогут с выбором. Дорогие друзья, сегодня среда. И от всей души желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья, что бы ни было. Жизнь продолжается. Так давайте жить. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова